Великая Отечественная война в работах фронтовых корреспондентов. От внезапного объявления о начале войны до столь долгожданного известия о победе. Что здесь солдаты делают? Кто знает, почему? Прячутся. Прячутся. От чего прячутся? От танка. От танка. Вот танковые сражения считались самыми страшными. Надо переждать, когда танк пролезет над тобой, пройдет, да. А представляете, вот вы сидите в этой яме, над вами танк кружится. Страшновато? Конечно, страшновато. Снимали действительно десятки тысяч корреспондентов. Объем этой выставки, он просто может небольшую часть из этого показать. В первую очередь, это возможность увидеть то, что видели их дедушки и бабушки. Это уникальная возможность, чтобы можно было, так сказать, какой-то диалог поколений установить вообще. На выставке «Россия. 20-й век в фотографиях» периода 1941-1945 годов представлены работы классиков российской фотографии. «Бальтерман Старосевич Устинов» и «Бальтерман Старосевич Устинов» есть и менее известные имена. «Морозов», «Блохин», «Редькин». Их объединяет время и место одной из самых трагичных и героических страниц русской истории. «Я как раз была на территории, оккупированной немцами, в Донбассе. Вы представляете, мы жили». «Страшнейшее. Это страшно. Мамы нету. Мамы мне убили, когда 6 лет было только мне. Маму ранили, она умерла от осколков. А победу встречали в городе Янакево. Это вы не представляете. Народ так веселился. Это было что-то. Мы так обнимались, мы так плакали. Вот именно, что плакали. Мы не знали вообще, как это осознать, что действительно нет войны». Многие работы были сняты в условиях, когда и резкости наводить было невозможно. Это выставка боли, трагедии, печали, выставка героизма, мужества и самоотверженности народа, победившего фашизм. Кадры, которые в душе остаются навсегда. Ксения Мороз, Руслан Нуре Ахметов, телеканал «Моя Удмуртия».